В недрах горы Гедеминоса в Вильнюсе археологами Национального музея Литвы были обнаружены останки командующего восстанием в 1863 году против царской империи Зигмантаса Сирокаускаса. Сами раскопки проходили на месте бывшей военной крепости XIX века. По данным специалистов, во время работ были обнаружены четыре могилы, в которых находилось семь умерших. Большая часть из них с завязанными за спиной руками, лица засыпаны известью. Рядом с останками находились детали одежды и личные вещи. Только один усопший был закопан в отдельной яме, при нем была медаль и на правой руке золотое кольцо с надписью с внутренней стороны «Зигмунд Аполлония, 11 августа, 30 июля 1862 год». На основании исторических фактов Сирокаускас 30 июля 1862 года женился на возлюбленной Аполлонии, Довильските. Согласно собранным данным, все умершие были погреблены во второй половине XIX века, а останки принадлежат лицам, приговоренным к смертной казни в 1863-64 годах в Вильнюсе на Лукишской площади. Исследования, подтверждающие истинность лица, могут продлиться полгода. Вооруженное восстание против Российской империи вспыхнуло на территории царства Польского в январе 1863 года. Продолжалось оно 16 месяцев. Нынешний председатель партии труда Живили Пинсковеня приняла решение уйти в отставку с поста лидера партии. Напомним, ранее в политическую организацию вернулся основатель партии, член Европарламента Виктор Успаских. Я желаю, чтобы был прегражден путь интригам и хаосу, которые ведут в никуда. А сегодня, не боясь напомнить о невыгодном для меня лично политическом решении, я подаю заявление об уходе с должности председателя партии труда, заявила Пинсковеня. Выборы нового председателя партии запланированы на лето следующего года, пока этот пост займет экс-министр культуры Шарунас Берутис. Фракция «Союз крестьян и зеленых» ожидает решения социал-демократической партии о дальнейшей работе коалиции. Сегодня председатель парламента Виктор Спранцкетис заявил, что решение должно быть озвучено до 10 сентября. Ранее лидер социал-демократов Гинтаута Спалускас сообщил о возможном выходе его партии из правящей коалиции, после того, как аграрии договорились с консерваторами о реформе лесхоза. Пока лидер социал-демократов считает, что решение его партия примет 20 числа. Напомним, у фракции «Союз крестьян и зеленых» всеми 56 мандатов. В рядах социал-демократической партии 19 депутатов. Правительство приняло решение выделять стипендии, поступившим на педагогические факультеты вузов Литвы. Стипендии такого рода будут выделяться впервые, отмечает Минобразование. Этот шаг необходим для того, чтобы мотивация идти работать в школу у будущих учителей была на высшем уровне, сказала министр образования Юргита Петраускина. В последнее время практически не осталось желающих поступать на педагогические факультеты. Обучение в вузах на педагога длится год или полтора года. Размер стипендии в месяц будет достигать 116 евро. Только выплачиваться она будет тем, кто изберет постоянную форму обучения. Столичная мэрия планирует обновить или модернизировать уличное освещение города. Стоимость проекта 21 миллион евро. Вильнюс обещает отказаться от используемых сейчас натриевых светильников. Они будут заменены на современные светодиодные лампы. Благодаря новшеству расходы на электричество города сократятся наполовину или на 1 миллион евро в год. Всего в Вильнюсе следует заменить около 40 тысяч устаревших ламп. Отметим, что управление освещением улиц будет осуществляться с помощью удаленной системы контроля и наблюдения. Появится возможность мгновенно получать информацию о поломке. Сами работы по модернизации освещения займут три года. В последний раз система в столице была обновлена в 1997-2000 годах. Литовские производители сладостей отметили, что рынок нашей страны перенасыщен конфетами украинского производства. Места для своих производителей уже не хватает. Основные продукты «Рошен» – развесные конфеты. Отбирают часть рынка у других продуктов этой категории, в том числе и у литовских. Кондитерские фабрики сожалеют о том, что покупатели редко читают этикетки, поэтому не видят, что в состав украинских продуктов входят трансжиры. Значит, сладости по качеству хуже местных. Плюс данный вид сырья является самым дешевым. Кроме того, рынок формируют и торговые сети, которые заполняют полки магазинов украинскими конфетами, которых в последнее время становится все больше. Комиссариат полиции Каунаса в понедельник получил необычный вызов. Вызывающие сообщили, что в городе у торгового центра на проезжей части прогуливается лось, который мешает движению. Прибыв на место, инспекторы призвали на помощь работников из приюта для животных и представителей службы по уходу за животными. Лося проводили пешком при сопровождении служебных машин до безопасного места, где он был пойман и усыплен. Позже животное отвезли в лес и выпустили на свободу. Сама операция по спасению заблудившегося лося длилась около трех часов. Как сказали специалисты, это довольно редкий случай, когда удается перевести животное в безопасное место без угрозы для его здоровья.